Во-первых, мы молодцы. Здравствуйте всем, я Николай Чмак и со мной Михаил Савельевич. И мы будем рассказывать про Антошку. Антошка это один из наших клиентов, на котором мы прототипировали некоторые методы сервис-дизайна. Вот это ритейлер, очень большой ритейлер, много магазинов. Думаю, Михаил потом пару слов скажет. Для нас это был интересный проект с новой категорией. Мы его называли Антошка 2020. Это что-то, что мы делаем на несколько лет вперед. Бессмысленно заниматься любым редизайном или реформатированием или чем-то новым. Делай это на следующий год, потому что однозначно нужно смотреть на несколько лет вперед. И целью наша стояла сделать так, чтобы магазины продавали больше. Потому что сегодня собственники бизнеса не хотят делать красиво. У них дома уже в принципе все красиво. Они думают про то, как зарабатывать деньги, особенно в такое время. И мы компания, которая много работает с разными ритейлерами, сервисными компаниями, банками. Много выступаем, пишем. Думаю, не буду ваше время тратить. А вот Михаила попрошу рассказать подробнее о себе и о компании Антошка. Всем привет. Меня зовут Михаил. Я полтора года работаю в компании Red Hat. Возглавляю два направления. Это маркетинг и интернет-магазин. Начинал работать как руководитель интернет-магазина, направление e-commerce. Ввиду того, что я еще являюсь таким проповедником омниканальности в компании Антошка, мы решили, что без структурных изменений внутри родить по-настоящему омниканальный опыт для клиента не получится снаружи. Поэтому решили внедрять систему омниканальности в компании Антошка. Слышишь на меня? Да. Поэтому решили меняться внутри для того, чтобы это стало видно нашим клиентам. Решили искать свой формат, потому что мы уже явно чувствуем, что мы стоим на пороге того красного океана, в котором уже находятся наши коллеги из бытовой техники, из цифры, из мобильных телефонов и аксессуарики. Поэтому ищем свой формат, пытались его искать самостоятельно. Первый там пробный шар это был магазин Лавина наш, магазин под номером 40. Скоро их будет 41. Ну и в итоге пришли к тому, что нужно привлекать экспертов для того, чтобы сделать по-настоящему хороший продукт. И совместно с компанией D&T вся наша команда родила новый формат, о котором сегодня будем говорить. Дальше не только про формат Антошки, а в принципе ради чего делают формат. Во-первых, есть четкие бизнес-цели. Без бизнес-цели сегодня никакой проект не начинается, потому что, еще раз говорю, собственники бизнеса не стремятся к тому, чтобы сделать красиво и даже не сильно думают про клиентский опыт. Они хотят зарабатывать деньги, как бы это ни звучало. Ну цели могут быть, как например, улучшение оборачиваемости. Это торговать больше на 20% как минимум. Делать окупаемость не больше, чем 18 месяцев, потому что больше нельзя, потому что срок жизни формата к 3 годам приближается, постоянно уменьшаясь. И только вы окупили действующий формат, нужно же инвестировать в следующий. По поводу 20% у нас очень хороший был кейс с комфи, когда магазины с полторы тысячи метров становились 500 метров, снижая затраты, при этом торговали больше, чем на 20% больше. То есть это абсолютно реально достижимо. Естественно, что нужно создавать какую-то уникальную атмосферу и развитие омниканальной модели. Очень важно про то, что Михаил уже сказал. Естественно, что это такие логичные цели, к которым хотят многие стремиться. Вопрос, как это достичь. Естественно, через глубокое знание потребителей. Для этого мы используем инструменты сервис-дизайна. И работая на разных рынках, мы видим, насколько отличается подход украинских компаний и компаний с развитых рынков к сервис-дизайну. И в некоторых странах это является уже просто такой маст-подход, без которого никуда ничего двигаться не будет. У нас, как пример, есть проект в Америке, в котором мы пытаемся эти стадии соблюдать. И вот когда мы ездили, опрашивали клиентов, исследовали конкурентов, проводили интервью, воркшопы и так далее, когда у нас дошло время до прототипирования, то мы спросили клиента, будем экономить на прототипирование? Нет, конечно не будем. Мы посчитали, сколько мы денег потом потратили на прототип. Мы вот в таком ангаре делали на территории клиента, делали магазин в размере один к одному из всякого картона, пенопласты, расставляли там товар, запускали людей, снимали какую-то информацию, много очень было поменено. И мы потом, когда клиенту сказали, что представляешь, мы потратили на вот этот вот картон, допустим, 10 тысяч долларов, он перекрестился и сказал, слава богу, потому что я бы в магазин инвестировал 500 тысяч, и потом бы что-то пришлось переделывать. В украинских реалиях магазин из картона никто не строит. Сразу открывает пилотный магазин, в котором 4 раза потом все переделывается. Это такой путь, но и сегодня по большому счету мы про один из таких магазинов будем говорить. На самом деле это очень классный опыт, просто украинские реалии. Ну, пару слов о том, что происходит в ритейле в мире, в детской теме. Естественно, что это одна из самых, наверное, эмоциональных групп категорий. Это очень интересно, это очень интерактивно. Дети это такие очень искренние и циничные потребители, которых сложно обмануть, и у них абсолютно не те эмоции, не тот подход к жизни, как у нас, у взрослых. И поэтому это сложно что-то делать для них. Но если так подчеркнуть, то ритейл детский очень эмоциональный. С другой стороны, в ритейле в самом разном есть новые технологии, новое веяние, например, как мультиканальность, различные сценарии чекаута, добавление сервисов в магазинах, там, где раньше не было этих сервисов, различные идеи, технологии, как, например, дополненная реальность, виртуальная реальность. Это уже все в ритейле, все идет к нам. Мы пока еще только делаем первые шаги, но там будем тоже. Самое интересное, что происходит в игрушках, из чего мы сходили, это, прежде всего, изменение природы игрушек. И мы здесь с вами в основном люди, которые играли с такими машинами, деревянными кубиками, лепили там какие-то штуки с пластилина, запускали бумажные самолетики, но сегодня мы продаем игрушки детям, которые уже этого всего не знают, у них принципиально другие вещи, они уже играют с другими игрушками. Это я сфотографировал в Антошке, на столе там какая-то игра, которая уже предполагает, что дети маленькие пользуются смартфонами, умеют считывать QR-коды, у них есть доступ в интернет, и это уже сегодня, это не про 2020 год. Мы сегодня думаем, что можно, извините, заткнуть ребенка и заставить его покушать или сесть на горшок с помощью смартфона или планшета, но даже это уже вчерашний день. Вот что пишут дети в своих письмах. Ему уже мало смартфона, он хочет квадрокоптер, другой хочет виртуальную реальность Sony, PlayStation и так далее. Это сегодня, это даже не 2020 год, и это не про смартфоны. Смартфоны это для нас, дедушек и бабушек. Друзья, за такое в моем детстве могли просто убить во дворе, просто за разговор про драконьи яйца, но сегодня это продается в магазинах, и дети хотят это купить, они хотят купить драконьи яйцо. Что будет дальше, сложно представить. Ну, в общем-то, несмотря на всю эту эмоциональность, с уважением и к игрокам рынка товаров для детей, и к нашему клиенту Антошке, детские магазины выглядят как магазин, в котором продается товар. Высокие стеллажи, большое количество полок, большой ассортимент, хороший ассортимент, но это просто магазины. При том, что мы хотим давать какой-то клиентский опыт, мы хотим что-то лучше формировать, но это всего лишь полки с товаром. Мы решили эту историю изменить. И несколько логичных шагов, я не буду на них останавливаться, но в первую очередь мы начали думать про клиентский путь. У нас такое ощущение, что большинство из ритейлеров об этом вообще не задумывалось. И в том числе Антошка тоже, скорее всего, об этом раньше в этой компании не сильно задумывались о том, какой клиентский путь, как человек ходит в магазине, сколько он там проводит времени. По крайней мере, физического доказательства этому в ритейле у нас не сильно много. Еще это внедрение мультиканальности, это сервисы, как я говорил. И что очень важно сегодня ввиду оптимизации площади и затрат, это иметь больше категорий каких-то дополнительных, но при том, чтобы уменьшить матрицу, потому что товарная матрица большая, большой ассортимент, это большая площадь и это очень сложно в расходах. Поэтому как сделать так, чтобы товар оказалось, что больше, такой принцип more is less. Кажется потребителю, что товара много, а на самом деле его меньше, чем было. Но ведь главное не физически представить много товара, а создать ощущение у покупателя. И вот если спуститься в магазин, то в магазине клиентский путь создается зонированием, размещением зоны, одна относительно друг друга. Вот как это было раньше. Заходит человек в магазин, попадает в кассовую зону, потом идут категории, где всякие памперсы, детское питание, потом детская одежда и потом игрушки. Люди приходят за игрушками, но они с фасада видят памперсы. И почему так было? Есть разные причины, это не проблема ритейлера с игрушками, это во многих магазинах, потому что на этой категории больше зарабатываем, поэтому ее поставим вперед. Но что произошло? Во всех дрогари, во всех супермаркетах эти категории появились, и так уже работать невозможно. Поэтому в новом зонировании мы сделали другое распределение зон, обеспечивая циркуляцию по всему магазину, а потом пару слов об этом скажу. Вот уже новый магазин. В первую очередь, я сейчас попрошу Михаила подключиться, мы для себя нашли, это как бы очевидно, но ощущение, что с этим раньше не работали, что есть, ну как минимум, две очень крупные такие клиентские категории. Это, скажем так, беременная женщина или мама с маленьким ребенком, у которых есть определенные цели в этом магазине, и мама с ребенком или родители с ребенком, которому больше одного года. И принципиальная разница, что в одном случае родители покупают, а в другом случае же ребенок тоже может принимать участие. Есть еще, можно еще разные категории наштормить, например, люди, которые просто покупают подарки, бабушки, дедушки, которые что-то покупают. Но это, наверное, пожалуй, самые основные. Да, мы для себя внутри делим и делили раньше на родителей и дарителей. То есть родители – это те, у которых есть собственные дети, они им покупают у нас. А дарители – это те, у которых либо еще нет детей, либо дети уже выросли, они начинают покупать внукам и родственникам. На самом деле выяснено было групп больше, чем эти, но показываем эти, потому что они являются очень важными для нас. Это на самом деле начало клиентского пути, это начало этой ЛТВ для нас. Потому что мы как магазин, как ритейлер начинаем, мы это называем минус 9, то есть с начала беременности и заканчивая 10-11 годами. Это самые важные группы, потому что если в начале жизненного цикла клиента ты показываешь ему, что у тебя есть эти три категории, у тебя есть товары для разных возрастов, то очень велика вероятность того, что он будет с тобой как раз до этих 10 лет ребенка. Еще из интересного, что я отметил для себя, и мы это дальше используем в коммуникации, что до 3 лет обычно принимает решение родитель, и тогда ему нужно говорить и коммуницировать с ним о таких рациональных штуках, как качество, цена, развивалки, всякие все остальное. А после 3 лет уже начинает драйвить к покупке ребенок очень часто. Поэтому ему там можно все эти штуки опустить, ему же не важно, ему главное, чтобы это был мужик в синих лосинах с красными трусами поверх, тогда это спайдермен, и тогда он ему срочно нужен, при этом не важно, это шампунь или это игрушка, главное, чтобы это был спайдермен. Поэтому как раз с компанией D&T мы много работали для того, чтобы создать вот эти вот миры, как мы их внутри называем, для того, чтобы показать мультикатегорийную выкладку, потому что после 3 лет не так важен товар или категория, или его характеристика, функционал, как просто само наличие какого-то запоминающегося героя. В плане зонирования мы здесь сделали, прежде всего, историю, чтобы все, чтобы вот эти основные группы, они прошли весь магазин, чтобы не было истории, когда зашел человек, купил памперсы и ушел, не увидев, что у нас еще есть игрушки, которые ему скоро понадобятся. Поэтому мы расставляли зону таким образом, чтобы сделать максимально долгий путь клиента, чтобы он там еще и удовольствие получал. Мы определили для себя какие-то основные параметры точки внимания в новом формате, как по разным сферам, там пространство, товар, умниканальные, сервисы, интерактивные взаимодействия и так далее, как, например, то, что оборудование должно быть низкое, что должно быть хорошо подсвечено, что торговый зал должен был просматриваться, что выкладка открыта и так далее, и так далее. Нанесли это все на план магазина, сделав так, чтобы вот эти точки, чтобы вот эти какие-то фишки, они были по всему магазину, чтобы это не было что-то, что привлекает с фасада, а внутри потом грустно, чтобы это было равномерно распределено по всему магазину. И начали, в общем-то, делать магазин. Это магазин в Одессе, который открылся примерно месяц назад. И вот, как пример фасад, мы сделали так, чтобы фасад уже взаимодействовал с покупателем, чтобы дети заходили в магазин через горку, чтобы на фасаде у нас была возможность проголосовать за разные продукты, оставить обратную связь. Потом Михаил об этом подробнее расскажет. Но ключевое, что мы делали, это мы пытались сделать максимально открытый вход, соблюдая там нормы и возможности компании обеспечивать безопасность. Чтобы витрины не были загарможнены, чтобы через них эти разные категории людей, которые мы описали, чтобы они видели там интересное предложение для них. Вот там пример фасада, где есть горка, дети активно пользуются. Торговое оборудование такое, чтобы весь зал просматривался, чтобы был виден весь магазин, то, чего не было раньше. Очень хорошо просматривается магазин, все видно хорошо, много разных там каких-то фишек, классики, по которым прыгают, стрелки, по которым дети ходят, и столы с играми. Игровые зоны. Интересный очень момент, что из-за самой трансформации игрушки ее не так просто уже продать, когда она стоит просто в коробке. Ее нужно показать открытой, ей нужно дать попробовать поиграться, ее возможно даже нужно попробовать разбить, ну то есть дать ребенку возможность играть с этой игрушкой. Поэтому мы организовали несколько таких зон. Одна из них расположена в зоне кассы, потому что когда родитель стоит, рассчитывается, он видит, что делает ребенок. Другая расположена в зоне, там где обычно детям примеряют обувь, там же стоит еще и телевизор, и доска для мелков, то есть ребенок может заниматься там, ну тем, чем он хочет, а не просто тупо ждать, когда ему принесут очередную пару обуви. Ну это довольно скучно для ребенка. Мы видим, что у нас появилась зона с виртуальными всякими играми. И вот такая фотография, очень-очень люблю в кавычках, когда пишут это больше, чем фото, так вот это как раз та ситуация. Когда фотографировали прикасовую зону, но мы здесь видим очень много всяких новшеств, которые мы сделали в нашем магазине, это естественно касса, но она же еще и зона выдачи интернет-заказов. Мы это специально показываем, потому что одна из там сервисов, которые мы недавно внедрили, это сервис пикапа, поэтому сейчас в магазин увеличился поток по забору заказов из интернет-магазина. Мы видим здесь игровую зону, о которой я говорил. Мы видим здесь детскую кассу. Все наверняка знают, что там дети хотят быть похожими на взрослых, они хотят рассчитываться сами. Мы им даем эту возможность. Специально для них сделали кассу. Там кассир принимает у них деньги, дает им сдачу, то есть предоставляет им этот опыт. И интересным является еще здесь зона вишлиста. Вот здесь немножко подробнее о нем. Все мы привыкли видеть вишлисты, списки желаний в интернет-магазинах, потому что там это сделать довольно просто. У нас это в интернет-магазине также работает. Мы решили это сделать и в оффлайне. И это не то, что мы решили сделать, это нас сами клиенты к этому подвели. На самом деле клиенты, даже без специальных вот этих всяких инструментов, они на личных связях договариваются с продавцом в магазине или с кассиром, что давай мы сейчас игрушки отберем, мы вот тут вот их положим у тебя под кассу, придет там, будут приходить люди, которых мы будем звать на день рождения, будут вам называть какой-то там секретный пароль, и вы будете показывать, что же мы тут с ребенком поотбирали. Мы дали вот ровно такой же инструмент. Он активно очень используется. В ближайшем будущем мы этот инструмент сделаем омниканальным. Не получилось так сходу прям запустить, чтобы он работал и в интернет-магазине, и в оффлайне, потому что довольно сложно настроить бизнес-процесс так, что при покупке этого товара через интернет-магазин этот товар должен физически пропадать из этой корзинки, потому что ребенок очень расстроится, если ему придут с двумя одинаковыми подарками на день рождения. Отдельно выделили зону для консультаций. И у нас работает такой сервис дополнительный, как школа будущих мам, педиатрическая служба довольно мощная в Антошке. А также сделали комнату матери и ребенка, сделали ее открытой. Закрывается она с помощью штор, шторы на магните, они там не откроются, если там внутри проходит какой-то там довольно интимный момент кормления или там переодевания ребенка. Но при этом в открытом состоянии он является дополнительной точкой контакта для клиента с товаром определенного вендора. Специально выделили полки для того, чтобы показать точно людям, что вот это можно тут использовать, это все бесплатно. Пока не выделили, никто не брал с полки. То есть отсутствует вот эта вот смелость что-то взять с полки, даже если оно внешне как похоже на то, что использовать можно, на нем нет ценника, у него, возможно, открыта крышка. Если ты об этом не напишешь, то вот прям бери и используй. Очень мало людей будут это делать. Ровно точно так же, как и с омниканальной полкой. В интернет в этом магазине у нас их три, в каждой зоне по одной. Пока нет вот этой смелости, что клиент сам приходит, берет мышку и находит что-то на вашей виртуальной полке. И уж он точно никогда это не сделает, если он видел, как до этого продавец на этой же виртуальной полке открывал там 1С для того, чтобы видеть остатки. И это прям болевая точка для нас. Мы сейчас очень отучиваем продавцов использовать виртуальные полки как свое рабочее место, а действительно использовать как продолжение товарного ассортимента в интернете. Очень удобно это делать с товарами, которые там имеют крупный габарит, и их просто так много в магазине не поставишь. Сделали довольно-таки много всяких точек, которые мы предлагаем использовать вендору в магазине. Вот одно из них. Это полка, на которой представлен сложный товар. Это обычно бытовая техника дорогая, это всякие дорогие молокоотсосы. Его сложно купить, когда ты просто смотришь на эту штуку, которая жужжит и вроде как должна жужжать, и она в коробке закрыта, и при этом стоит она там 5-6 тысяч гривен. Показываем это все дело теперь открыто. Отдельно выделили зону для какой-то там специальной выкладки. Это представлена наша собственная торговая марка. Продумали инструменты для сквозной коммуникации. У нас множество всяких акций запускается, и этот магазин стал тем местом, где у нас действительно можно визуально связать то, что ты видел, например, в нашей промо-газете или в посте на Facebook с тем, что ты видишь на полке магазина. Много здесь говорили, кстати, про прототипирование. Вот эти вот штуки, которые представлены в правой части, это как раз прототипы. Мы тоже выкинули вот это свое экспертное мнение, что все там должно быть так, как мы считаем. Мы все это дело печатаем в очень малом тираже, ставим в магазин, смотрим, как на это реагируют покупатели, потом только принимаем решение, какие элементы мы оставляем, какие будем дальше тестировать. Давай расскажу интересный случай, как команда, которая не в ритейлере, не внутри ритейлера. Вот у нас была очередная встреча, открылся магазин, мы приехали получать на Горихе, как говорится. Пилотный магазин только открылся, мы ходим, изучаем, что не так, записываем, что нужно доделывать. Это в Одессе. Со мной на громкой связи команда в Киеве. И вот мы час ходим по магазину, выискиваем всякие там бока, так сказать. И у нас справа на фасаде есть такой ящик, ящик побажаний. Какой-то такой желтенький почтовый ящик. Мы предполагали, что это будет какая-то механика в будущем, там письма Деду Морозу, какие-то пожелания, что-то такое. Но он оказался конкретно в этом магазине, закрытый в соседнем кафе, в темном углу, еще не успели подсветить. То есть абсолютно полностью неудачное место, которое никто никогда не заметит. И тысячу раз мы ходили вокруг этого ящика и говорили, надо его убить, никто им никогда не будет пользоваться, нет никакой механики, никому это не нужно, забудьте про него и давайте его уничтожим. И кто-то засунул руку и вытащил оттуда сразу несколько писем. Я не буду читать там все, но там было несколько писем с реально крутым фидбэком. Например, что я хочу играть с кем-то вдвоем, что в гаджетах должны быть батарейки и какие-то такие вещи, которые люди не рассказали бы на интервью, но мы просто дали возможность им высказаться. И это при том, что никакой механики, никакого промо этого инструмента мы не сделали. Мы просто физически поставили этот ящик и вообще не думали, что у него кто-то обратит внимание. Поэтому хочу сказать, что дети – это такая аудитория, которую с ними и просто, и сложно, но они способны дать такие вещи, которые действительно не ожидаешь. Хотел добавить, что мы не только не успели сделать промо, мы еще не успели даже обеспечить саму коммуникацию. Мы планировали туда обеспечить определенные листы, с одной стороны, для того, чтобы там ребенок мог писать свое желание, с другой стороны, чтобы было какое-то место для того, чтобы они могли оставить телефон родителей или свой, для того, чтобы с ним обратно прокоммуницировать. Естественно, мы там планировали поставить ручку и все остальное, но не успели это сделать, потому что магазин запускался, новый формат, множество всяких нюансов. Ну и да, действительно, все думали, что ну такое, поставили эту почту, непонятно как, что, наверное, будем закрывать. Случайно открываем, и там письма, то есть дети сами нашли листики, сами нашли ручки, и уже даже нам там оставили не только желание там дать мне скидку или дать мне что-то в подарок, а реально полезные штуки. Типа не забывайте вставлять батарейки в игрушки, которые вы нам показываете. Или там если это робот на аккумуляторе, то вот я вчера приходил, а он был разряжен, я приду в субботу, зарядите его. Ну то есть очень-очень классные такие инсайтовые штуки, которые мы, естественно, дальше будем использовать. Ну в дальнейшем мы теперь его подсветили, все нормально, им обеспечили коммуникацию, этот поток только увеличился. Некоторые дети уже начали писать телефоны родителей даже. Да, пишут телефон родителя, но мы им всячески там напоминаем о том, что оставь телефон, потому что нам же как-то же тебе нужно сказать о том, что мы выполнили твое желание. Ну в общем такой прикольный, инсайтовый, то есть и маркетинговый, и теплый такой инструмент. В общем там мы будем заканчивать, будем рады вашим вопросам. Резумируя, хочу сказать, что еще раз, занимайтесь своим клиентом, слушайте его и услышите много интересного. Спасибо, коллеги. Не все в этом знали-знают, но у Михаила сегодня день рождения, поэтому я думаю заслуживает набурные аппаратисменты. У нас есть специальный подарок в честь дня рождения. Это книжка по дизайн-мышлению от организаторов конференции. Ну и собственно, да, ваши стандартные подарки. Спасибо за то, что поделились. Спасибо. Спасибо. Коллеги, вопросы? Я вижу с той стороны. Глубинку с ребенком очень сложно провести. Это скорее короткое интервью в магазине. И да, до трех лет это больше родителей, после трех лет это в определенных категориях это все-таки драйвер-дети, поэтому да, с ними общаемся, но это точно не глубинка на 4 часа. Я сейчас дополню. Один из инструментов, который очень классно работает и позволяет экологично исследовать клиента, это включенные наблюдения, такой метод включенных наблюдений. В любом проекте мы много часов проводим в точке продаж, в нашего клиента, конкурентов и смотрим, как ведут себя люди. То есть если зашла женщина в магазин и у нее на одной руке висит плащ, на другой руке ребенок еще есть сумка, еще что-то, и она взяла с полки там только одну упаковку чего-то и больше ничего не берет, то очевидно, что у нее просто рук, допустим, не хватило, ей нужна корзинка. Это вот такие вещи, которые могут легко приходить с наблюдениями. И мы стараемся очень много наблюдать, даже тогда, когда есть возможность клиента вопросить. Все равно то, как они себя ведут и то, как они себя говорят, это бывают разные вещи. Спасибо. Еще вопросы? Коллеги, спасибо. Я предлагаю поаплодировать еще раз. Есть вопрос? Все, прошу прощения. Добрый день. Дякую за классный рассказ про редизайн. Я хотела запитаться про новое зонование. Вы изменили, одну зону поставили ближе, для того, чтобы это было впознаннейше, что это дитячий магазин, правильно? Ну, что это игрушковый магазин. А все другие зоны, как вы распозятили, как вы принимали решение про то, где другие зоны поставить, и что это выправдало ваше очікувание по трафику по магазину? Смотрите, как, если говорить о цифрах, то магазин точно торгует выше, чем вся сеть. Мы пока не в той цифре, которую мы ожидали, но здесь есть там ряд допущений, потому что это же не только был редизайн, это еще и там серьезная ассортиментная работа, изменения категорийные, коммерческие. Вы несли вперед категории игрушки, потому что она просто больше вау. Ты когда проходишь мимо витрины, она тебя больше зовет зайти внутрь, нежели там питание или памперсы, те, которые выглядят не очень привлекательно. Зонирование распределяли очень долго. Наверное, 3 или 4 варианта зонирования у нас было. Сейчас оно сделано так, потому что у нас есть центральная аллея, и она, во-первых, магазин просматривается весь с самого входа. Ты по этой центральной аллее, когда заходишь, ты видишь все три категории, даже если ты там, например, Антошка не очень часто ассоциируется с чем-то, категории фэшн, одежда, обувь, то здесь ее теперь хорошо заметно, как сам товар, так и надписи там на стенах мы определенным образом разместили для того, чтобы было понятно, что у нас эта категория тоже есть, и она клевая. Я дополню, зонирование создавалось под желаемый клиентский путь, поэтому оно не случайно. Если я уже говорил, что раньше зонирование не в Антошке, а в принципе, раньше зонирование часто делалось, исходя из категории. Обычно у ритейлера есть какие-то категории, которые лучше продаются, поэтому эти люди имеют больше сил внутри команды, и они требуют, чтобы вот эти памперсы, потому что они лучше всего продаются, или потому что у нас на них особые условия, мы будем их продавать в начале магазина. Но это может раскручивать продажи этого продукта, но портить ситуацию по другим категориям. Поэтому мы исходили не из предложения категории, а из того, как мы хотели бы, чтобы клиент нас видел. Спасибо. Спасибо. Я предлагаю поаплодировать спикерам.